Всем привет и приветствую тех, кто первый раз на моем канале. Я веду свой телеграм-канал, поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Там сейчас проводится розыгрыш, информация будет в закрепе. В этом видео я хотела бы с вами поделиться своей мангой по фейритейлу и артбуком, который я приобрела не так давно. Вот так вот выглядит у нас мангака данной манги. Зовод его Хиромасима, это японский мангак, родился он 3 мая 1977 года. За произведение фейритейл в 2009 году он получил премию издательства в категории лучшая сёнин манга. Дата выпуска манги с 15 апреля 2011 по 18 декабря 2016, томов манги всего 63. Хотелось бы сначала вам показать артбук, вот такая вот у нас супер обложка, и продавался он за 1800 йен в Японии. На основной обложке рисунок повторяется, но уже как наброса карта. Данный артбук выпустил издательство под названием Каданша, бумага в нём не лованая. Давайте с вами насладимся этой красотой уже под музыку. Я полистала весь артбук и хочу с вами поделиться этими артами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь о томиках манги. К сожалению, оригинальных на японском у меня нету, но есть томики от Excel Media. На примере возьмём первый, второй, третий томик. Мне очень нравится рассматривать данную мангу, так как она сразу отправляет меня в ностальгию, когда мне было 14-15 лет. На основной обложке у нас соображён символ Fairy Tail'а и она у нас чёрно-белая. Все последующие томики оформлены в такой же стилистике. А теперь моё любимое. Давайте с вами посмотрим рисовку данной манги. Рисовка мне безумно нравится, особенно её все смешные моменты с персонажами. Также мне безумно нравится экранизация данной манги. Аниме я смотрела в далёком 2013-2014 году, тогда я помню, что вроде бы каждую пятницу либо субботу выходила серия, и я ждала озвучку от Анкорда. Тогда мне безумно всё нравилось и всегда у них побеждала дружба. Где-то 4 года назад я решила пересмотреть данное аниме и сделала для себя вывод, что аниме для меня стало немножко скучновато и предсказуемо, хотя я половину серии уже не помнила. Всё же моё мнение, что это аниме подходит для возраста где-то 12-16 лет. Я его всё же добила, досмотрела, но сделала для себя опять-таки вывод, что приятные воспоминания о нём я оставила вот тогда, на 2013-2014 год. Действия манги происходят в мире населёнными магами, эти маги объединяются в гильдии и зарабатывают на жизнь, выполняя различные задания. Также в гильдии они объединяются в команды и совершенствуют свои навыки. В данной манге очень много сюжетных арок, но моя любимая это Великие магические игры, это 31-41 том. Всё же это неплохая манга и аниме, его можно посмотреть разрубкой, я думаю не больше. Не знаю почему так его все хейтят, но оно вполне неплохое. Первый том манги отпечатан в паретро-принт. Давайте посмотрим 17-й томик на примере рисовки, ухудшилась она или улучшилась. Как по мне, она осталась на том же уровне. 17-й томик тоже отпечатан в паретро-принт. Всем спасибо, кто досмотрел данное видео до конца, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылочка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok